На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева, Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, с вами Руслан Куркмазов. Глава Карачаева Черкесии подписал указ об усилении контроля за соблюдением установленных распотребнадзором норм санитарно-медемиологической безопасности на территории туристических курортных зон. Также в нашей республике режим самоизоляции для лет старше 65 лет продлен до 25 декабря. Непростая метеологическая обстановка в республике сохраняется. В течение прошедшей недели выявляемость новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе оставалась на отметке свыше 80 человек в сутки. В то же время наблюдается и тенденция роста числа выздоровевших людей. В сложившейся ситуации для снижения заболеваемости крайне важную роль играет соблюдение населения масочного режима и режима самоизоляции, отмечают специалисты. По словам начальника лечебного отдела регионального Минздрава Белла Бачаевой, на сегодняшний день в республике развернуто 1320 коек и резерв стационара сохраняется на уровне свыше 30%. Также Белла Бачаева рассказала о проводимой на данный момент работе и поделилась прогнозами. Мы буквально на днях получили препараты для обеспечения больных лекарствами на амбулаторном этапе, то есть на дому. Сегодня наши все медицинские организации получат эти препараты после проведения соответствующих всех мероприятий, маркировки. С сегодняшнего дня начнется выдача пациентам необходимых препаратов. Медицинские бригады будут развозить эти препараты на дом больным, будут контролировать прием этих лекарственных препаратов. Это препараты противовирусные, это антибиотики, это антикоагулянты. Те препараты, которые входят в схемы лечения, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Эти препараты назначаются индивидуально, потому что есть ряд побочных действий. По всем данным Роспотребнадзора Российской Федерации ожидается снижение заболеваемости уже в декабре месяце. В начале следующего года мы начнем прививать население. Все мы знаем, что от иммунизации очень много зависит. Опыт работы с другими вирусными инфекциями, это с гриппом, H1N1, H1N3 показывает, что пока не создастся такой коллективный иммунитет высокий, этот вирус будет постоянно мигрировать и будет находиться очень длительное время. Поэтому главная задача сейчас, это, конечно, тоже и вакцинация. И весь из-за перштаба. Сегодня в Карачаво-Черкесии выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших у республики составило 11 954 человека. Из них 8 381 человек выздоровел. 875 госпитализированы. В Карачаво-Черкесии открыт новый горнолыжный сезон. Его отличительной особенностью являются коррективы, которые внесла пандемия. Сотрудники Распотребнадзора и других министерств и ведомств регулярно проверяют гостиницы и отели на курортах республики на предмет соблюдения мер против коронавирусной инфекции. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Из Донбая репортаж Мурата Джанкезова. Туризм в Донбайе понемногу оживает. Выпал снег и сюда потянулись любители горнолыжного отдыха. Еще до открытия сезона и теперь ежедневно группа специалистов в сопровождении сотрудников полиции проверяет отели. Представитель Роспотребнадзора администрации Горачаевского округа. Еще в конце мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе отелей, введенные из-за пандемии. Так, в гостиницах и иных местах временного проживания должны быть установлены санитайзеры с кожными антисептиками. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, каждые два часа дезинфицировать и проветривать помещение и так далее. Сегодняшнее мероприятие нацелено на соблюдение норм этих требований. В частности, чтобы приезжающие туристы могли уехать отсюда здоровыми и в исполнение этих требований, чтобы не допустить новый очаг вспышки этой эпидемии. Составленные на месте протоколы имеют рекомендательный характер. Нарушения в основном незначительные. Где-то нет разделяющей линии, барахлить, дистанционный термометр или нет записи в журналах посещения. Владельцы относятся с пониманием на запротоколированные замечания и обещают исправить ошибки в самом ближайшем времени. В основном все объекты, гостиничная инфраструктура, они подготовлены. Есть небольшие замечания, которые устранены в принципе в ходе нашей проверки. Люди со всей страны, действительно. Не то, что местные, но из Ростова, Астрахань, Москва, Подмосковья. Наши клиенты основные такие, тамбайские клиенты. Так что мы должны соблюдать эти меры. То, что нам сказали полностью, без этого не выйдем. Даже до Нового года, наверное, не выкарабкаемся. Температуру померили все как нужно, строго в масках. То есть, чтобы все меры были приняты. Мне все нравится, все хорошо. Всем, кто собирается в горы на денек-другой, рекомендовано брать с собой антисептик, маски и перчатки. Также необходимо соблюдать дистанцию, а при первых признаках заболевания обратиться к врачу. Мурат Жантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды. После мы отправимся в станицу Суворовскую и аул Стараковинск. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6, днем 4,9 выше нуля. А в горах ночью до 12 градусов мороза, днем минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах местами гололедицам. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, днем 6-8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедицам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Они осваивали целинные залежные земли, кормили страну хлебом в трудные посевоенные времена. В станице Суворовска состоялось торжественное открытие памятника героям-целинникам, в числе которых и немало жителей Карачаева Черкесии. Алла Качиева из Ставропольского края. Пятиметровый серб такого же размера молот. Внутри трактор «Фордзон Путиловец». Теперь такой мемориал-памятник красуется прямо в центре станицы Суворовской, вдоль федеральной трассы. Именно на этой сельскохозяйственной технике, которую закупил СССР в количестве 200 штук, осваивали земли первоцелинники. На монументе 48 имен. Это представители всех народов Советского Союза. Инициатором и вдохновителем проекта стал почетный гражданин станицы Суворовской Владимир Кайшев, чей отец также в числе первых осваивал залежные земли. Серб, понятно, всегда был, есть и будет главное орудие крестьянина. Молот – это тоже одно из орудий тем, кто занимались и ваши, и наши предки. Ну а трактор, который там мы почти 25 лет его искали, и он вошел в историю как железный конь Советского Союза. И вот мы решили этим самым увековечить память нашим ушедшим, в том числе и отец мой после окончания колледжа, кстати, в Карачае в Черкесе учился, в Иркан-Шахаре учился. Он был на целине, я помню его рассказы. Понятно, что у него было там очень много друзей, там никто не спрашивал, кто какой национальности. У всех была как бы одна святая музыка, у нас одна святая к музыке любовь, одна любовь к земле, к хлебу. Вот это привело сегодня к тому, что народы из Советского Союза дружили. На торжественный митинг собрались те, кто в послевоенные годы поднимал целину. Их дети, внуки и родственники, представители духовенства, казачества и национальных диаспор. Делегацию нашей республики возглавил министр сельского хозяйства Анзор Баташев. На памятнике выгравированы имена первоцелинников из Карачаева-Черкесии. И от имени главы республики Рашида Темрезова Анзор Баташев поблагодарил организаторов за увековечение памяти тех, кто совершил этот трудовой подвиг. Действительно, этот монумент является символом патриотизма для тех людей, которые открыли целину, и в том числе для современного в целом. Наша земля воспитала хороших людей, вклад которых в развитие страны трудно переоценить. Подъем целинных залежных земель начался в середине прошлого века. В послевоенные годы катастрофически не хватало зерна, чтобы обеспечить народ хлебом. Чтобы преодолеть трудности, нужны были кардинальные и срочные меры. В этих условиях государство поставило на первый план задачу значительного и быстрого расширения пассивных площадей. По комсомольским путевкам и по зову сердца на освоение целинных и залежных земель прибыло свыше 500 тысяч юношей и девушек. Жили целинники в палатках, в сложных полевых условиях. Со временем на этих местах стояли появляться совхозы, колхозы. Развивалось животноводство. И пришедшие на открытие памятника благодарили Владимира Григорьевича Кальшева за вклад в сохранение истории. Это пласт, огромный героический пласт в истории Советского Союза, в истории каждого народа России, в том числе в данном случае. Это важная века нашей истории, поэтому я ему благодарен за это. И плюс благодарность за то, что он дорожит памятью об отце и памятью о первоцелинниках. Сегодня, безусловно, знаковые мероприятия. Не будем уподобляться непомнящим родства. Безусловно, мы питаемся историей. И эта история сегодня позволяет нам проводить вот такие серьезные события и мероприятия. Первоцелинники поднимали целину, а целина поднимала людей. И таким образом развивалась наша могучая страна. И, быть может, глядя на эти имена героев-энтузиастов, молодые люди будут брать пример, как нужно любить родину, землю и труд. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Расул Бердиев, Вести Карачева-Черкесия, Станица Суворовская, Ставропольский край. А теперь Вести Задагихабльского района. Масштабные работы по благоустройству зон отдыха развернулись во многих городах России. И Карачева-Черкесия не исключение. Республиканские власти ведут такие работы и в селах. Сейчас в этом направлении благоустраивают территорию отдыха в ауле Староковинск. Альбина Ламкова продолжит тему. Хоть пословица и гласит, что не место красит человека, а человек место. Но, тем не менее, в красивом месте куда приятнее проводить время. А особенно, если это зона отдыха. Ведь именно она всегда была местом встречи и общения. Житель аула Староковинск в предвкушении. Исмаил Батырбиев родился и вырос здесь. Как и все люди, он хочет видеть свою малую родину благоустроенной. С вводом в эксплуатацию вот этого парка в аул, естественно, молодежь. Да не только молодежь. И люди моего возраста, старшего поколения будут приходить в этот парк, общаться, отдыхать. Чего стоит, например, поработал после работы, что пришел здесь, пообщался, посидел, поговорил. И пришел домой – это отдых, конечно, прекрасный. И душевно, и морально, и психологически. И завтра уже, наверное, на работу идешь с другим настроением. Исмаил Батырбиев не мог не отметить и о прошедшем в прошлом году знаковом событии в ауле и рассказать о нем. Это открытие нового Дома культуры. Жизнь после этого, конечно, намного изменилась. Здесь созданы все условия для занятий творчеством, проведения досуга и различных мероприятий. Все программы, которые идут, если доходят до региона, а регион, если ничего не делает, это значит, все, считай, все пропало. А здесь у нас во главе с Темрезовым Рашидом Борисбевичем, руководство нашей республики, делает все возможное, чтобы людям жилось комфортно в поселениях, в селах, в городах. И от моего лица, от лица всего аула, я говорю, значит, я и не сомневаюсь, что весь аул поддержит меня. Я еще раз выражаю свою благодарность. Исмаил Батырбев особую благодарность выразил строителям, которых благоустраивают территорию отдыха. Они качественно выполняют свою работу, профессионально укладывают тротуарную плитку. Забор установили. Сейчас заняты монтажом беседок. Параллельно проводятся работы на детской и спортивной площадках. И лавочки, урны расставим для отдыха, чтобы было где отдыхать, где приходили дети, старики, женщины. Думаю, что населению будет уютно, комфортно. Что можем, то сделаем. В ближайшие месяцы работы по благоустройству зоны отдыха в Старокувинске завершатся. Но это уже будет другой репортаж и с другими впечатлениями. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Заурлиев. Вести Карачаева, Черкесия. Адыихабльский район. Большие вести продолжим полезным утром. В субботу ровно в восемь приглашаем всех, кому очень нужны деньги. Светлана Шаганова знает, как стать обладателем 500 тысяч рублей. Сегодня мы расскажем о том, как получить 500 тысяч рублей и большое человеческое спасибо в придачу. И это очень выгодно. Жители Карачаева, Черкесии на все свои рубли покупают доллары. А симпатичный курс валют в Московском индустриальном банке. Сегодня в субботу доллар и евро приглашают на валютное наслаждение по адресу Проспект Лейна, 71. Ляля Аскеровна Эбзеева поздравляет с 80-летним юбилеем Зарему Ахматовну Бачаеву, заведующую аспирантурой Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Кстати, наша именинница, единственная представительница от Карачаева-Черкесии, от комитета советских женщин, участвовала в съезде, который проходил в США, в штате Айова. Таким мы сделали это бодрое, полезное утро. До новых волнующих встреч. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Это все вести на сегодня. Далее на телеканале Россия-1. Веселый вечер с петросянами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова